Боевой стилистики Бернандинья, потеря Амбаппе, выходи на один удар! И попадает Кильям Амбаппе, уй, из гола сыграли Манегаски, а сейчас еще один момент, Бернардо Силва просил, и гол! И гол Кильям Амбаппе забивает на восьмой минуте, должен был забить секундами раньше, вряд ли это повлияет на характер игры, более того, это ощущение справедливости своего гола. 3-0, никакой беды не будет для Манчестер Сити, команды по-настоящему сильные, тоже имеющие право на... Ну а здесь, наверное, Бакарис Аня не прав. Трудный разбор эпизода, будут разыгрывать, пожалуйста, пас от Ваминио! Нет, положение вне игры, но он не будет засчитан. Вполне возможно, что такой удар отбил бы Кабальера, тут он выключился из игры, но посмотрите, как открывается и как! Аппет уже был неподалеку, но вот Жермен подбирает мяч, сам будет бить поворотом! Хорош в этом смысле Жермен, но он очень часто выбирает простые решения, простые и эффективные. Ну и перехват Емы Бакайоко, сильны сегодня, опорные, согласитесь, у Монако. Лемар, Менди, будет на вес, нет, прострел, удар, и 2-0, и 2-0! Вот это атака! Фабиньо на 29-й минуте делает счет, при котором Монако сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Фантастическая комбинация, и вот он Фабиньо, он отобрал мяч, он стелился в подкате рядом со своей штрафной. И он, перейдите, вот Каларов своим делом, прямым, занялся, и Серкел Бэра штрафной. И у него из-под ноги Жемерсон выбивает мяч на угловой. Пошел серьезный футбол, я даже честно вам скажу, потираю руки от предвкушения. Мимо Фернандиньо, и в конце концов получает по ногам от Гайли Клиши, и мгновенно извиняется. Подача, и мяч летит в сторону ворота, и в створ, но выбивает, плотно поставив кулаки Вилли Кавальеро. Сетибе забегание, Лемар уходит, не очень удобно подавать. Два гола, напомню, в гостях на его счету. Рикошет даже не угловой для Манчестер-Сити. Стерлинг искал варианты. Английская команда только сейчас появляется, и в гостях, напомню, вели 3-2, потом проиграли 3-5. Вот хватит ли молодежи Монако-Сильвы до той зоны, откуда можно подавать. Мягкий заброс. Очень аккуратно и тонко, и в результате столкновения Субашича и Давида Сильвы. Пошел испанец. Неожиданность. И прекрасная передача штрафную. Очень опасный момент. Будет гол. Паста за атакуэра. Андреа Раджи снимает. И как-то его никто не трогал. Пожалуй, у... Судья все это отследил. Это фолл. Фолл откровенный. Желтая карточка. Кевинг Мирлигу и продолжает. Время от времени относительно наслаждения публике мы сегодня не видим. Яровая карточка теперь в матче у игрока Монако. Забил тогда Манчестер-Сити. Прорыв Ларой задал штрафной. Прострел, удар. Пустые ворота были. Пустые ворота перед Сергио Агуэро, но не успевает выставить нужный игрока. Тем временем Сильва штрафной. Это опасная передача. Агуэро Субашич! Даниэль Субашич! Такой потрясающий матч мы видели три недели назад. Что не момент здесь. Можно отсылать и доставать реминесценции из первой игры. Помните, какой он глупейший мяч пропустил. А какой комфортный пас сделать. Но все-таки выбрались. Санэ в ближний угол на этот раз. Может быть вспоминая в этом эпизоде, когда он делал передачу Агуэро не... Но стал моменту. Манчестер-Сити Субашич! Ногой выносит. Выкорчевывает мяч из голевого момента. Стерлинг опасно. Удар в дальний угол. Усты и ворота Санэ. Гол! Все-таки Манчестер-Сити забивает свой мяч. Жалко мне Субашича, который блестящие 15 сложных минут во втором тайме отыграл. А сейчас ладошкой вот так подал буквально. Как официант на блюде этот мяч Лероя Занэ. И что теперь? Куда? Куда отправляет Гвардиола свою команду? Дальше дави Бернарду Силва. Но одинок он здесь. Накрыли. Карточка. Еще одна желтая. По списку. Посмотрим. Ну, Рахим Стерлинг. Которое пришло к двум голам. Подача опасно. Удар! Гол! Тима Бакайоку! Вновь выводит Монако вперед. Шесть с половиной на шесть. Вот такой счет теперь. Ничего себе после первого же штрафного. После первого призрака голевого момента. Забивает Монако. Она обыгрывает Манчестер-Сити в одной восьмой финала Лиги Чемпионов. Браво! Брависсимо! Фабиньо лучший игрок сегодняшнего матча. Восемнадцатилетний Кильян Баппе. Фалькао, который флюидами. Восемнадцатилетний Кильян Баппе. Восемнадцатилетний Кильян Баппе. Восемнадцатилетний Кильян Баппе. Восемнадцатилетний Кильян Баппе. Но сегодня другая история. Радамель Фалькао, к сожалению, к сожалению, не играет. Сиди Бэ. Двадцать третий Бенджамин Минди. Джанлука Рокки. Ее возглавляет Дилибераторе. Четвертый официальный арбитр. И делегат УФА Эмил Кубяш из Чехии. Состав Манчестер-Сити. Вилли Кабальера. Голкипер. Третий Бакарис Ания. Седьмой Рахим Стерлинг. Десятый Серки Огуэра. Одиннадцатый Александр Каларов. Семнадцатый Кевин Дебрёйне. Девятнадцатый Лерой Зане. Двадцать первый Давид Сильва. Капитан команды. Двадцать второй Гаэль Калиши. Двадцать четвертый Джон Стоунс. И двадцать... По его стилистике Бернандиня. Потеря Мбаппе. Их, кстати, на один удар. И попадает Кильян Мбаппе. Нездорово сыграли Манегаски. А сейчас еще один момент. Бернардо Сильва простыл. И гол. И гол Кильян Мбаппе. Забивает на восьмой минуте. Должен был забить секундами раньше. Вряд ли это повлияет на характер игры. Более того, вот это ощущение справедливости своего гола. 3-0. Никакой беды не будет для Манчестер Сити. Команды по-настоящему сильные. И тоже имеющие право на... Ну, а здесь... Наверное, Бакарис Аня неправ. Трудный разбор эпизода. Будут разыгрывать. Пожалуйста, пас от Фабинио. Нет, положение вне игры. Гол не будет засчитан. Вполне возможно, что такой удар отбил бы Кабальера. Тут он выключился из игры. Но посмотрите, как открывается и как. Папет уже был неподалеку. Но вот Жермен подбирает мяч. Сам будет бить поворотом. Хорош в этом смысле Жермен. Он очень часто выбирает простые решения. Простые и эффективные. Ну и перехват. Тимы Бакаюко сильны сегодня опорные. Согласитесь, у Монако.